Я, ты знаешь, я так опять же скажу, да, грех и не грех. Мы все время хотим дать определение каким-то вещам. Я думаю, это опять же не в плоскости греха находится. Но вторая часть вопроса, она справедливая. Как это влияет на нас? Безусловно, это на нас влияет. Я не играю в игры с убийствами, но я играю в игры с убийствами. Ангри Бёрдс, например. Когда ты запуляешь эту... Кстати, ты слышал? Теория была, кто Ангри Бёрдс придумал. Это была ведущая, которая... Мисс Мира была, как-то ее Федорова. Наташа Федорова, по-моему. Или Оксана Федорова. Оксана Федорова, она спокойно чем малыши ведет, знаешь? Да. И кто-то говорит, что это, говорит, она придумала. Потому что там они, говорит, снимали передачу и говорит, она, говорит, Каркушу взяла, говорит, и в итоге, говорит, это как его звали-то? Хрюшу. И в Хрюшу, говорит, бросила. И придумала Ангри Бёрдс. Я думаю, это смешно. Ну ладно. Поэтому я не играю в игры с убийствами. Мои дети, у них я видел игрушки такие, они играют. Особенно старший сын. У него там какие-то на Sony PlayStation они где-то бегают, там стреляют. Вот. Сказать, что я у него выброшу и спалю эту игру, вряд ли я это сделаю. Сказать, что я поощряю и говорю, что давай играй, да там еще что-то. Ну нет, не поощряю. Но то зачем я слежу? Я слежу за тем, чтобы у него был отец. И у моих детей, я могу смело это сказать сейчас, у них ни у кого нету зависимости от игр. Они играют, но когда у них есть возможность, выбор быть со мной, например, и провести вообще время в семье, они всегда убирают. То есть вот я, например, когда был маленьким, у нас всегда должен был телевизор работать во время того, как мы кушали вместе. Где-нибудь, неважно, в этом самом на кухне или там в зале где-то. Сейчас, когда мы в нашей семье, мы стараемся строить такие традиции, что мы сидим за круглым столом и у нас нету никаких. Мы смотрим друг другу в глаза, мы общаемся, разговариваем. Мы выезжаем за город постоянно, мы проводим вместе где-то время. И я провожу с ними время. Недавно моя дочка, она театр сделала из кукол дома. Ей 8 лет. У нее есть айпад, да? Айпод, маленький который. Айпод это, да? Айпод. У нее там есть какие-то игрушки, но при этом у нее куклы есть. Она в куклы играет. И я тынс, давай, Саша, вместе. Я ее фотографирую. Она там мне показывает всякие эти вещи. Если ты ей скажешь, Саша, давай мы с тобой в куклы поиграем, я с тобой сяду поиграю. Или ты будешь играть там в компьютерный. Она чаще всего, по крайней мере, такого еще не было, чтобы она не выбрала мое общество. Понимаешь? И если вдруг я вижу, что там дети как-то в компьютерные игры, то дело не в том, чтобы прийти им сказать, ну-ка, не играй в эту игру. А нужно сказать, хей, поехали вместе куда-нибудь. Поехали в кафе. Поехали, сосиски пожарим на природе. Поехали, я санки привезу к машине. Вы залезаете, будем гонять вообще где-нибудь по степи. А вы на санках, а он сзади. Понимаешь? И тогда кому нужны компьютерные игры вообще? Если есть папа, который тебя просто, он тебя не запрещает, он просто забирает тебя из этого мира, забирает в свой мир, в другой мир. Поэтому я думаю, что мы в этой плоскости находимся. Опять же, понимаешь, да? Не просто кому-то что-то запретить, а понять, почему человек там проводит столько времени, почему он играет в эти игрушки. Может быть, ему некому высказаться, что у него там зла столько, и он та-та-та-та-та палит по всем. Вот. Поэтому грех не грех. Ну нет в Библии, ты не найдешь ничего такого. Давид мочил людей направо и налево. Понимаешь? Его первое убийство, он Голиафу бошку это самое снес. И там кровище, представляешь, сколько было? Вообще, это, кстати, классная идея, придумать такую игру. Как израильтяне с филистимлянами бьются. Вот. Наверное, была бы популярная игра. Не знаю, кто-то еще не додумался. Я не знаю эти игры. Я вижу иногда, мои дети там играют. Потому что у меня сразу голова кружится, когда я вижу, как они играют. Я говорю, как вы вообще, космонавты? Я говорю, у меня сразу бошку вообще просто сносит. Вот. Поэтому это не плоскость. Опять же, да, вот если ты говоришь, фильмы, где вот там стреляют или еще что-то. Я смотрю такие фильмы. Мне нравятся. Военные фильмы я люблю смотреть. Исторические фильмы. Они не смотрятся, если там не будет правды. Ну, представь. Ну, ты, по сути, почему ты можешь там понять, что фашисты сволочи были во время Второй мировой войны? Потому что режиссеры фильма так делают, что ты понимаешь, что они сволочи были. Правдоподобно все рассказывают. Да, там, во всей красе, как поступали. Поступали ли наши плохо? Наверное, поступали тоже. Я, кстати, видел один фильм, который немцы сняли про Вторую мировой войну. Ты смотришь, думаешь, что наши сволочи были. То есть там, как сделаешь? Но самый факт, что тебе кинематограф помогает понять, осознать боль, утрату, когда там умирает кто-то, и мы плачем, мы сострадаем. Вот. Это, наверное, неотъемлемая часть жизни – потеря. Я не смотрю вот эти ужасники. Хоррор, да, называется хоррор, когда там народ ходит с пилой, там всех мочит. Значит, такие вещи, я считаю, нам не нужны вообще. Но когда я смотрю исторические фильмы, какие-то приключения, и такие вещи происходят. Мне нравится, как Леша Романов однажды ответил, когда они смотрели, какие вы фильмы смотрите, он сказал, я, говорит, смотрю все, что, говорит, 6+. Ну, понимаешь, да, все, что для семейного просмотра, говорит, вот такие, говорит, фильмы я смотрю. Все, что там 16+, 18+, я, говорит, их не смотрю. Мне кажется, такое хорошее правило для жизни. Сейчас в дискотеке, по-моему, никто не ходит, сейчас больше в клубы ходят, но раньше такая тема была, дискотеки были в школе, там, и так далее. По-моему, сейчас нет такого вообще даже в школах, сейчас по клубам все в основном ходят. Но когда я, раньше, там, 15 лет назад были дискотеки, и ко мне молодежь приходили, говорили, Сергей, можно на дискотеку нам пойти? Я говорю, зачем? Они, говорит, мы там танцевать будем, говорит, для Бога. Для Бога, говорит, на дискотеке танцевать будем. Я говорю, слушай, я говорю, ну, на дискотеке для Бога танцевать, говорю, это высший пилотаж. Я говорю, есть, говорю, первый уровень. Первый уровень, говорю, это когда ты для Бога танцуешь один дома, и тебя никто не видит. Второй, говорю, уровень танцевать для Бога, это на собрании в церкви, когда тебя все видят. И только, говорю, когда ты во втором прорвешься, говорю, я думаю, что ты квалифицирован, чтобы на дискотеке для Бога танцевать, понимаешь, да? Мы иногда обманываем себя, что мы что-то там для Бога делаем. Мы берем свое собственное желание и клеим на него этикетку «Бог сказал». Но это наше желание. А если Бог сказал, кто против Бога попрет? Но если быть честным к себе, когда я вчера проповедовал то, что выбирай Бога, у тебя внутри будет ответ. Играть или не играть, пойти или не пойти. И вот тот самый нежный голос Духа Святого внутри тебя, ему нужно быть послушным. И если у тебя есть какие-то намерения, да, там, я не знаю, пойду выиграю пять тысяч долларов, там, или миллион долларов, церкви я дам, как раз, там, докупить крыло надо. Ну, к примеру. Да, и ты реально крутой в этом, как ты это сказал, Дота, да, называется? Дота? Дота. Ты реально крутой в Доте. Ты реально думаешь, я миллион в игры. Ну, иди, выиграй его. И не десяти, но благослови церковь. Вам прикольно. Но ведь, если честно быть, никто же этого не делает. Ну, так, если по-настоящему. Мы хотим как-то себе чего-то там урвать. Вот, поэтому можно, можно. Я не вижу, я не вижу в этом проблем. Правда, потому что можно все до крайности довести. Можно все до крайности довести, там. О, мы не ездим, там, там, не пьем кофе в Старбакс. Почему? Потому что они там гомосексуалистов поддерживают. Да ладно, ну, о, мы там, Apple не будем продукции покупать, потому что Тим Кук там голубой. Мне кажется, это, это, это слишком такая уже сектантская, прям, знаешь, какая-то крайность такая, которая, ну, давайте будем проверять, если водитель в автобусе верующий или нет. Представляешь, ты перед тем, как в автобус заходишь, ты к водиле подбегаешь, ты чих будешь. А ты там, ты грешил, не грешил, и он такой, согрешил, не поеду с тобой на автобусе. А асфальт кто положил? Ну, понимаешь, все может до маразма довести. Вот, поэтому, наверное, можно играть. Но нужно смотреть на мотивы. Мотивы, я думаю, это то, что прежде всего. Мотивы, я думаю, это то, что не угодно.